Да, хотела сказать, что с Тимошу посоветовала мне опустить ниже этот экран, чтобы я даже не думала опускать. Ну, в общем, короче, теперь больше. Короче, что я хотела сказать. Мне кажется, сейчас уже нет того, мы прошли этот, как, горы, границу, когда мы обсуждаем, нужно ли нам онлайн или не нужно. Это даже уже не квасит. Понимаете, может быть, кто-то из вас думает, а нужно или не нужно? И ответ – нет, не нужно. На самом деле это вообще wrong answer. Мы не можем отвечать на дистанционку. Нет, дистанционка – это уже факт. Вот, и когда коронавирус закончится, он так и останется в дистанционке, правильно? Дальше. Есть профессии, которые не могут быть дистанционными. Например, ну, парикмахер, ну, как будто ручка по видео, ну, как бы, не знаю, вот так держите волосы, так срежите, срегите. Или, например, ну, я не знаю, зубы, донтисты, да? Ну что, открывать рот и сварить себе зубы, я не знаю. То есть сам себе мы не можем постричь фокусы, хотя, наверное, можем. Зубы, опять же, не знаю, может быть, когда-нибудь потом. Ну, есть профессии, которые невозможно в данный момент принести в мае. Пианино, возможно, знаете, мы не обсуждаем, возможно ли можно, мы говорим, а как это сделать лучше? Вот весь вопрос. Мы в этой группе говорим, а как это сделать лучше, чтобы дистанционка работала еще более эффективно, чем, допустим, онлайн. Опять же, минусы, чем, извиняюсь, чем, инпрессор. Минусы, инпрессор, сейчас скажу. Например, любая инфекция. Я, как педагог музыки, не сижу далеко от ученика, а 6 фиды парня. У нас такого нет, мы сидим близко. Разумеется, тряпочка не может отводить от чего-то. Да, если я вообще без тряпочки сижу. Это инфекция, да? Это, ну, пальцы, клавиши, все, ну, невозможно все, я вообще не протираю. Но, в принципе, большой, как бы, риск все равно чихает. Ребенок, дети постоянно чихают, постоянно кашляют. И все это идет на меня. Дальше приходит следующий ученик, и получается обмен инфекцией. Дальше. Второй, я считаю, риск довольно, ну, как бы, риск. Мы растим не самостоятельных учеников. Дети, которые сидят с нами, не становятся самостоятельными очень-очень долго. Мы пальцем показываем, где строчка. Мы встали, встали, я тебе покажу. И все путем на этих кормления с ручки. А, в принципе, мы можем воспитать музыканта, который может на слух все схватывать, на глаз все видеть. И при хорошем контакте с учеником, он может прекрасно развиваться и вот, как бы, через экран, понимаете? То есть, зачем вам бесконечный ребенок, который по жизни будет к вам привязан, потому что он не знает, где слово строчка, где слово танц, левая рука, ему нужно потрогать правую руку, он же потрогает, да, четвертый палец нужно потрогать. Понимаете? Он бесконечный ребенок, нежели как, если изначально поставить на рейтинг тот факт, что он сам все делает. И он быстрее, может быть, изначально будет медленнее цеплять, но потом он быстро пойдет вверх. Поэтому, вспомните, как любые переходы с одного маршрута на другой вызывали сами. Например, в XIX веке у нас не было женщин-пианистов. Ну, они какие-то были, может быть, две-три, но у нас же не было mixed. И дети не играли. Лист, Лист, да? Кто там еще были, кстати, пианисты? Ну, я не знаю, как женщин, кроме Клары Вик. Я не говорю там, ну, там, про права женщины, там, развод. Женщины не могли ходить в штанах, в брюках. Женщины где-то там в платках ходили. Все нововведения всегда вызывали отпор у людей. Женщины наверняка не хотели ни волосы себе не отрезать, ни в локти снимать. Все проходило через какую-то резистанс изначально. А потом мы даже не знаем, что там, как там раньше женщины уже без развода. Анна Карина, что она бросалась бы, то есть, пошла бы развелась, вышла за рабж, правильно? Вот. Поэтому сейчас, сейчас конкретно, ну, что в этой группе делаем? Мы обсуждаем, не нужно ли делать, а влайн или нужно ли делать. Это уже мы делаем. Нам нужно зацепиться только внимание на том, зацепить наше внимание на том, как это сделать более эффективно. Потому что, действительно, минус дорога. Ну, как можно не ценить свое время так, но столько, чтобы регулярно выкидывать на дорогу добрых два часа своего времени. Два часа вы могли бы ходить в джим, готовить, не знаю, вкусные там, не знаю, тортики или там, не знаю, там, запекать что-то из картошки, неважно. Расслабляться. Неужели вам не хочется расслабиться? Мы просто, что, вот, постоянно в таком темпе должны работать. Драть время на друзей, на семью. Два часа выкидывается. Я уже не говорю про какие-то экзиденты на дороге, про трачу бензину, страховки, всего-всего. Понимаете? Вы уходите с дома не потому, что вам нужна работа. Вы можете выйти с дома, потому что вам хочется поехать там на природу. Работа не должна быть связана с дорогой. В принципе, если ее можно связывать, сидите дома. Вот у меня сколько знакомых этих айтишников, ну, компьютерщиков, они здесь работают из дома. Научные исследования работают из дома. Все свои проекты, все свои, из-за там, что они там, разрабатывают, они разрабатывают очень так, что из дома. Причем у них вкусные и питательные ланчи. Им нужно сказать, что там из буфета, там какую-то ерунду есть. Они хорошо питаются. У них еще утром остается время побегать. Им не наработали как два часа, а им нужно еще побегать утром. То есть у них грамотно расположен день. У них улучшился сон, улучшилось питание. Понимаете, сколько угодно бизнесов теперь не нужно платить за ренту. Не нужно снимать помещение. Представляете, сколько пилов не надо платить. Сколько электричества не надо включать, сколько воды не надо оплачивать. Это прекрасный выход из многих... Я уже говорю, что даже врачи, даже терапевты смотрят на горло детей онлайн. Когда высовывающихся и говорят, окей, у тебя там такой-то гор. Ну, я могу сказать, перестраиваться и начинать думать вперед намного лучше, чем сопротивляться, и тебя все равно тащат. Понимаете? Вы мне говорите, ну, вы, типа у вас выскакивает реклама онлайн-лесос, потому что вы и интересовались. Я не интересуюсь онлайн-лесос. Я вообще никак, ничем этим не интересуюсь. Я захожу на Facebook, чтобы там, посмотреть, что тут друзья мои делают. Ну, там, в группе посмотреть, что вы там пишете. Я не пишу в поисковике онлайн-лесос. Но из того, что пьяного как бы у меня мелькает, и мне не выходит ничего интересного. Просто, смотрите, что, может быть, в России торможение еще, да? В Америке уже люди перестраиваются. То есть, реально перестраиваются. Вот еще, может быть, один год, еще два года. И домой уже не будут пускать. Не надо бы приезжать. То есть, люди не будут говорить, пожалуйста, приезжайте к нам домой. Да, они скажут, не надо, вы можете на онлайн? Нам устраивает именно онлайн. Подождите еще два года. Через два года вам придется заниматься, потому что люди не захотят, чтобы вы приходили к ним домой. Это как бы... Просто вы думаете так сильно по-старому, что у вас просто невозможно развернуть обратно. Вот. Опять же, мы смотрим мастер-классы наших, не знаю, великих педагогов. Некоторые из них уже умрали, но эти видео живы-живы. И они нас проражают учителям. Представляете, с ним у нас были видеоуроки, видеоконференции Ваха, Битковина, Шумана, Рахманину. Представляете, если бы это все так досталось, вот там, как разобрать сонату, как разобрать фуру, как разобрать чуху, как это все было, например, рассмотрено ими и ихними глазами. Не то, что как мы смотрим, как нравится Битков. Нам только Биткова, я сам бы рассказал, что мы не купили, мы едем, такич за, там, 30 уроков, или, там, 15 уроков, или 8 уроков, на то, сколько там, 100 долларов. Конечно, купили бы. Нам очень интересно то распирать сонату, как Битковен ее хотел, или как Шуман я хотел, или как Лист ее хотел. Поэтому, конечно, как бы проверка домашних уроков. Запись своих собственных видео и как-то там, не знаю, уметь на видео объяснить, чего ты хочешь. Уметь четко разложить свои ступеньки, разбор, счет, анализ произведения, динамика, очень все. Хорошо надо уметь проговаривать. Вот. И нужны очень классы, как это проговаривать. Нужны классы, которые нам объясняют ученику, как можно объяснить ему, как сидеть прямо, как расслабляться, без трогания, без нахождения в этой комнате. Уши музыканта. Наши уши, это наш клад. Мы слышим задержку первого пальца, мы слышим зажатики, мы все слышим, мы даже можем глаза закрыть и не смотреть на ученика, мы видим, мы все слышим эти все минусы. Мы можем технику поставить без глаз и без трогания ученика. Техника делается через уши. Опять же, отходим туда, где ребенок не зажат, и потихонечку начинаем двигать вперед. Не получается, идем назад, потихонечку двигаем вперед, не получается, и все время такими волнами идем вперед, вперед. И в какой-то момент он начинает чувствовать свою расслабленность уже в быстром терепении. Все, нету зажатности. Представьте в спирме все показывать ученику. Зачем это все показывать? Да показали раз, все, хватит. Теперь начинаем строить его собственную технику на его собственных пальцах. Какой смысл показать, если вы играете так, вы играете так, а он играет так? Какая разница, какой смысл натягивать такой огромный мозг? Он смотрят надо, а он имеет то, что он имеет. Сколько раз я смотрю на эти мастер-классы, ты ребенок как имела, как играл в начале урока, но как играет в течение всего урока, ничего не участие в педагогах. А ты такой, ну, смотрите, как я играю. Он же ничего не учит его, он просто показывает, как он умеет. Понимаете разница между, как я умею, типа, смотрите, какой я, да? И разница между, как чего он научил. Вот этому человеку и тот так заиграл. Это же как бы не то, что я показала, и он с тобой заиграл. Так нужно то же самое сделать и без показа. Просто натяните этого ребенка, натяните его на этот уровень. Без показа.